Жители пункта длительного пребывания, что на трудовой семь, к постоянному вниманию психологов, социальных работников и местных властей уже привыкли. Но от того, что их посетит сам представитель президента, слегка оробели. Из 150 проживающих здесь навстречу вышли только 20, в основном жители Владимировки. А поскольку и они поначалу не отличались говорливостью, Палпред взял инициативу в свои руки. Мы сейчас говорим о том, что люди жили в частных домах, да? Да. А вы вообще жить где хотите, в квартирах или в домах? Первый вопрос и сразу о главном, о жилье. На него люди ответили единогласно, хотят жить в квартирах. Но чтобы и участки с подтопленными домами тоже остались за ними. Тогда пострадавшие точно не будут переживать в случае, если их дом сейчас признают пригодным, а через полгода тот рассыпется. Папа говорит, там очень сильно подмыло фундамент, ну как бы очень страшно. Говорит, что весной этот дом рухнет. Вот если признают его 50% и отреставрируют, там вообще говорят, невозможно жить. Я беременная с детьми, как там жить нам? Как жить, а главное где, решат квалифицированные специалисты, заверил женщину представитель президента. А губернатор области Олег Кожемяка уточнил, потопленные дома, где проживают старики и дети, будут признаны непригодными в первую очередь. Главам говорим, чтобы ни одна семья не осталась в непригодном жилье. Поэтому это ваше право. В Благовещенске работа по предоставлению нового жилья подтопленцам уже ведется, сообщил полпреду Павел Березовский. Уже состоялись переговоры с застройщиками. Провели работу с ними, расписали каждому строителю, сколько кому какие квартиры дать по нашей просьбе и по нашим требованиям. Они дали согласие, и мы сегодня с ними отрабатываем. Между тем, точные цифры, сколько получит область и в частности город на капитальный ремонт потопленных домов и строительство новых пока неизвестно. Обследование жилого фонда и подсчет пострадавших еще не закончен. Задача такая. Мы должны до конца текущего месяца все эти данные собрать, обсчитать и в первые половины октября выйти на правительство с уточненной цифрой, сколько всего денег потребуется на ликвидацию ущерба. Олеся Севаченко, Михаил Величкин. Программа «Город».